Ну и что это было, спрашивается, да, вот реально, что это было сегодня ночью в Киеве? Какая-то безнадежная попытка отчаянной мести россиян. Ну, серьезно, сегодня по Киеву прилетело 29 ракет Х-101 и еще две баллистические ракеты, мы точно не знаем, Кинжал или Искандер, или одна из них Кинжал, другая Искандер. Все 31 ракеты были сбиты, все. Но вот кто так атакует Киев, серьезно? Вспомните, как раньше россияне атаковали. Комплексная атака, одновременно идет, обычно было как, что одновременно идут эти беспилотники, да, сначала идут партии беспилотников, много, раз, два, три, четыре, пять, шесть, там, со всех сторон. Тогда включается наш ПВО, тогда они начинают запускать ракеты, но разных типов. Есть Х-101, есть Х-22, которые очень быстрые. Потом они запускают партиями вот эти Кинжалы, а тут два раза, две по одной штуке с перерывом. И при этом все только на Киев, то есть нет, нет такого массового, что по всем городам Украины, чтобы наше ПВО не знало, куда атаковать, и что делать, и на кого охотиться. Мне кажется, секрет просто, что произошло, рассказываю. Но это моя такая псевдовоенная аналитика от Шетельмана, да простят меня военные специалисты. Но, как говорится, знаете, есть уже насмотренность. За время войны, за время войны уже привыкаешь, смотришь, изучаешь, сам сопоставляешь математически чисто факты. И, ну, мне кажется, то, что я сейчас скажу с высокой долей окажется правдой. Все-таки 757-й у нас день войны сегодня. Итак, в прошлых атаках, когда были такие атаки, задействовали обычно россияне, ну, штук 40, как минимум, беспилотников, и штук, скажем, 80-70-80 ракет. Били по разным городам. И все это в определенном порядке. Сейчас все ракеты одновременно, плюс две баллистические. Мне кажется, что это была неподготовленная месть. Они не знают, россияне, что месть надо подавать холодной, что поспешишь людей насмешишь, они не знают. Это была плохо, медленно подготовленная, вернее, быстро слишком подготовленная месть. За что месть? За то, что прошлой ночью, то есть за сутки до этого обстрела Киева, мы разбомбили аэродром в Энгельсе. Мы не знаем еще результатов этой бомбардировки нашими беспилотниками аэродрома в Энгельсе. Но могли же мы там поубивать летчиков, покрошить какие-то их самолеты, что там было, не знаю. Могли. Всяко им это не понравилось. И командующий дальнобойный этой самой авиации, человек, который, кстати, в розыске, его ГАГа объявила в розыск за военные преступления, говорит, мы отомстим, и месть наша будет страшна. Но сложные ракеты с рыбким топливом за сутки не зарядишь. Не зарядишь. Время нужно на это. Поэтому этих Х-22 не было. Дальше. Кинжалов, видимо, много, видимо, тут я предположу. Видимо, много за один день тоже не организуешь. Поэтому было две штуки, но вот две штуки и выстрели. Ну, в смысле, надо организовать же самолет, и каждый самолет несет всего один кинжал, и так далее. А дальше, а почему, да, что можно, можно Х-101, их можно быстро, да. Твердотопливные, подвесили, полетели, запустили. Что они и сделали. А почему не было дронов, а потому что нечем координировать было эту атаку. Это все мои догадки. Простите меня, сейчас со мной будут спорить военные специалисты. Может быть. Ну, простите, давайте, я вот выскажу свою версию. Спорьте, опровергайте, доказывайте, что это неправильно. Но наш спикер ВВС, тогда еще им был Игнат, который недавно уволенный, он говорил нам, рассказывал, что россияне после того, как мы сбили два их А-50-х, так и не смогли пока восстановить боевое дежурство регулярное вот этих радиолокационных самолетов А-50 над Азовским морем. Над Азовским, над Черным морем. Пока не смогли. И до вчерашнего дня нам другого не сообщали. Значит, я исхожу из того, что на вчерашний момент, на вчерашний вечер этих самолетов в небе не было. А чтобы управлять сложной атакой, в которой есть и дроны, и ракеты, нужно что делать? Они запускают дроны, летит А-50 и снимает сигнал. Мы включаем локаторы, чтобы находить эти дроны и ракеты. Они видят, где этот самый сигнал, и они на свои ракеты с самолета посылают сигнал, что, дескать, там вот это надо облететь, потому что здесь локатор, здесь локатор, здесь локатор, надо облетать вот так, так и так. И вот всей этой возможности у них не было. Поэтому они без всяких дронов, одними ракеты, то есть называется, ломанулись на пролом. Обычно такие видосики появляются в интернете, в разделе «Кошечки и собачки», когда какая-нибудь, не знаю, кошечка решила с разбегу там открыть какую-нибудь дверь, ударилась, упала смешно лапками вверх. И подписывается, это была зачетная попытка, чувак. Вот то, что делали сегодня россияне, это была зачетная попытка, чуваки. Просто делайте так и дальше. Нам будет приятно сбивать ваши ракеты, учитывая, что ваша попытка мести непродуманной обошлась вам в 300 миллионов долларов и в 29 дорогих ракет Х-101. Мы, в принципе, довольны. Но, конечно, мы довольны только благодаря героической работе наших ПВО, потому что наши люди из ПВО сбили все абсолютно ракеты. Это блестящий результат. Спасибо большое. Благодарен очень я вооруженным силам Украины за то, что утром проснулся. И что у нас в Киеве все оказались живы. Да, есть раненые, около 10, по-моему, раненых на настоящий момент в Киеве. Ну, 13 пострадавших, выбитые окна, сожженные автомобили. Это все есть. Это правда. 13, извините, раненых. 6 в Святошинском районе, 6 в 7 в Шевченковском. Четверо попали в больницы. Погибших нет. Ну, горела крыша нежилого двухэтажного здания, возгорание на соцформаторной подстанции, поврежден многоэтажный жилой дом, взрывной волной выбиты окна, возгорание квартиры, сгорели три автомобиля. В общем, честно, за... А, обломки упали на четвертый этаж девятиэтажки, тоже было дело. Но за 300 миллионов долларов, пусть они все время так стараются. Шоп, они всегда нам так воевали, как говорится. И интересно, что, как это, главная судья криминального суда, международного, в Гаге, она дала только что, прямо этой же ночью, ночью нашей бомбежки, она дала интервью, ее зовут Тамоко Аканы, а дала она интервью Киода Ньюс, японскому изданию, видимо, она сама японка, в котором она сказала тоже поговорочку. Только не посмешишь людей, насмешишь. И не про месть надо подавать холодный. А она выступила с поговоркой, месть небес медленная, но верная. Но она это сказала, естественно, не про наш удар по Энгельсу, а про Путина Владимира Ибн Владимировича. Месть небес медленная, но верная. Мне кажется, это японская женщина Тамоко Аканы, которую россияне, кстати, объявили в розыск у себя. Глава Международного суда, выдавшая ордер на арест Путина, что-то знает про месть небес. Там в Японии вообще небо очень близко, и там ты начинаешь знать, что месть небес медленная, но верная. К сожалению, вчера все было не так радужно, совершенно вчера. А днем россияне нанесли удар по Харькову, ракетный удар по Харькову. Я так понимаю, что это были уже баллистические ракеты С-300, и там погибло пять человек, и еще девять человек были ранены. Все это происходило седьмого дня в 14.06, по-моему, в 14.06 все это случилось. Вот. Попали в типографию, обычно типография, типография разрушена, погибли люди, которые работали в этой типографии. Рядом еще цех по производству мебели и лакокрасочной продукции, туда тоже попали. То есть такая некая промзона, я так понимаю, там погибли люди. Естественно, ни в чем не виновные, ни военные, никакие. Украина будет еще более метко отвечать, сказал Зеленский об ударе по Харькову. Еще более метко отвечать. Наш Харьков, сказал Зеленский, уже более двух лет Харьков и область подвергаются страшным российским ударам. Разрушена ракетами Салтовка, простите, опять есть неправильное ударение. Повреждены другие районы и улицы города, разрушены села и городки в области. Сегодня очередной удар России по Харькову ни на что не способный повлиять. Кроме того, что Украина еще более принципиально и точно будет отвечать. Ну и дальше Зеленский обратился к нашим западным партнерам. Вот все это, все это должны осознавать. Харькову нужно достаточно систем ПВО, Сумщине нужна ПВО, Черниговщине и всем нашим регионам, которые страдают от российского террора, нужны защитные системы, которые есть у партнеров. Ну, в этом случае Зеленский уже обещал нашу месть. Но наша месть будет холодной. Мы не собираемся бросаться на Абум и прямо сегодня запускать кучу беспилотников, чтобы отомстить за Харьков. Я думаю, на этой неделе мы увидим еще какой-нибудь красивый, мощный по-настоящему удар именно по российским военным объектам, ну или объектам, которые помогают в войне, таким как нефтеперерабатывающие заводы. О них я сегодня еще кое-что скажу. Нас, похоже, с вами смотрят в Блумберге и комментируют нас. В общем, сегодня наше сердце с харьковчанами, у которых есть погибшие, я бы сказал, что еще с киевлянами, но я сам киевлянен сейчас, поэтому это нелогично такое, говорит, ну спасибо всем, кто побеспокоился обо мне. Мне написали письма, кстати, письма мне пишут и из-за границы ночью, прямо когда нас бомбят, и из других регионов Украины тоже пишут мне люди прямо, что вы как живы, не живы. Жив, вашими молитвами, и буду еще более жив, если вы подпишетесь прямо сейчас на канал Штельман. Все-таки за последние сутки удалось очередной тысячу подписчиков наскрести, 308 наскрести, почему, объясню, почему я так выражаюсь. 389 тысяч подписчиков. 11 тысяч не хватает мне до 400. А до конца месяца осталось 10 дней. 11 тысяч – 10 дней. То есть, карабкаюсь, чтобы, может быть, успеть, а может быть, не успеть. Пожалуйста, подпишитесь, если вы еще не подписаны на канал Штельман. Сделайте мне приятно. Чтобы мне было приятнее просыпаться по утрам и узнавать, что все мы живы. Подпишитесь, поставьте лайк. 750 россиян за последние сутки выведены из строя. На фронте 4 танка, 16 БТРов, 26 артиллерийских орудий, одна реактивная система залпового огня. Ну, почему? Основные бои сейчас идут, но я знаю, что. Мне когда поправили вы меня вчера, что на самом деле бои на Донбассе продолжаются. Я не говорю, что не продолжаются. Я сказал, снижение интенсивности, что не означает, что их нет. Они есть. Россия не атакуют? Да, атакуют. Но просто по этим цифрам видно, что интенсивность снизилась примерно в два раза по сравнению с пиковым периодом. Но война теперь идет и в Белгороде. Вот это приятно. Война идет на территории Белгородской народной республики. Во-первых, сегодня кто-то... Да, я не знаю, кто стреляет по Белгороду. Меня не спрашивайте, это не с меня спрос. Кто-то стреляет. Видимо, российские добровольцы. Которые призвали всех эвакуироваться. Кстати, у нас есть на канале Штремлайн подписчики из Белгорода, Белгородчины, которые поддержат Украину. И вам я желаю того же, что честным жителям Украины, если вы поддержите Украину, вам надо прятаться, эвакуироваться. Обязательно. Из Белгорода. Потому что, ну, и тут бои. Ничего не поделаешь. Прячьтесь, пожалуйста, берегите там себя, если вы за Украину. Если вы против Украины, то не берегите. Пока что вот такая случилась символическая месть. Не настоящая. Я уверен, что никто этим специально не занимался. Но попали в Белгород-арену. Это такой стадион, я так понимаю, городской главный стадион Белгорода. Красивый такой, я посмотрел на фотографиях. Но это такая мини-месть, видимо, за Донбасс-арену. Похожее название, помните? Артобстрел Донбасс-арена. И вот вам артобстрел Белгород-арены. Все оно рядом. И все оно вот так. И вообще война симметрично приходит на белгородскую землю. Очень как-то все это узнаваемо. Какие-то события, эмоции, людей. То, что сейчас происходит в Белгороде. Я прямо иногда узнаю то, что происходило у нас в начале войны. Тот же уровень какой-то паники, неразберихи и так далее. Но отдельно, кстати, сначала, сейчас мы перейдем к этому. Я хочу обсудить большую статью, которая вышла сегодня в Новая газета Европа на эту тему. На тему Белгородчины. У нас же нет наших сведений. Тут наша разведка много нам не расскажет. А вот российские журналисты, как раз вот здесь от них есть помощь. Кстати, вот хороший факт. Знаете, есть российские журналисты либеральные, которые посчитали возможным из России, ну, как они считают себя либеральные в смысле, посчитали возможным поехать из России в Мариуполь, освещать, что там в Мариуполе или на Донбассе. Я напоминаю всем таким журналистам, что это преступление, что после войны мы вас поймаем и будем судить обязательно в Украине, и посадим в тюрьму обязательно за это. Потому что незаконное пересечение границы Украины во время действия военноположения, даже с благими целями, это как минимум лет 5, слэш 8, смотря ночевали вы там или нет. Поэтому не надо оправдываться тем, что я журналист. Вас никто не приглашал в Украину. Журналист должен аккредитоваться, получить разрешение на въезд и так далее. Вы этого не сделали. Вы пришли с оккупационной армии. В это же время от российских журналистов может быть и польза. Российские журналисты, которые ездят по Белгородчине и собирают там свидетельства, и помогают нам ответить на вопрос, изменились там настроения или нет. Меня очень часто прямо в эфирах спрашивают многие журналисты, ну как, наши украинские журналисты, как в Белгородчине сейчас изменились настроения, сейчас там уже против Путина или нет? Я каждый раз говорю, ну я-то откуда знаю, я там не был никогда в жизни в Белгородчине, не был вообще. Ни на Курщине, ни на Брянщине, ни на Белгородчине, ни на Воронщине. Вот ни разу не бывал. В Ростове один день был когда-то в своей жизни, ой, сто лет назад это было. А во всех вот этих регионах вообще просто не был никогда. Поэтому буду сейчас опираться на них. Но сначала одна коротенькая новость о Белгородчине тоже. Поймали, значит, там вот эти ребята из Легиона Свобода России, извините, это собирательный образ у меня, короче, из русских добровольческих батальонов, потому что я не знаю, кто из них, поймали русского офицера, взяли в плен. И вот сегодня были кадры его допроса, допрашивают этого русского офицера. И у него, в частности, спросили, а какое население у России? Ну, сколько населения России? Знаете, сколько он ответил? Миллиард человек. Русский офицер. Ну, прям русский офицер бывшим не бывает, называется. То есть, что там, что там, как говорит их Путин, начальник. Он говорит вот такое, он говорил, правда, говорил про немцев, но, по-моему, это просто русский офицер. Типичная картина паранойи, правда? Один миллиард, где-то у нас население России. Ему стали объяснять, переспрашивать, рассказывать, что 140 миллионов. Ну, я в этом не силен, политикой не интересуюсь. Миллиард у него. Он китаец, видимо. Он думает, что он китаец. У него мания величия, он думает, что он китаец. Или что он индус. Так вот, перехожу к статье. Ладно, там весь остальной допрос пересказывать не буду. Найдете, посмотрите. Перехожу к этой статье. Название для начала зачитаю, но полностью не могу, потому что мы на Ютьюбе. То, что можно писать в новой газете Европы, нельзя произносить вслух на Ютьюбе. Цитата из какого-то жителя Белгородчины. «Для Украины мы теперь главные путинисты, а для России халы и беженцы». Ну, халы не в смысле ху-лы, а хо-лы. Хо и лы и беженцы. «Для Украины мы теперь главные путинисты, а для России халы и беженцы». Вот так заявил житель Белгородчины. В общем, там побывал журналист новой газеты Европа. Что он описывает? «Все целы». Самый распространенный вопрос в местных чатах после обстрелов. О, узнаете наши украинские чаты после обстрелов. Тот же вопрос. «Все целы» и так далее. Ну, сейчас все уже немножко по-другому получают информацию, но в начале войны просто ровно так и было. Это стало обыденностью. Сирена, прилет, попытка узнать, кто пострадал, не попал ли в кого из близких. Если все живы, значит, можно выдохнуть до следующей тревоги. Узнаете Харьков себя? Я думаю, что узнает себя Харьков в этой ситуации абсолютно. Вот теперь Белгород живет точно так же. Иногда в чатах пишут люди из других регионов. Они не слышали залпов. РСЗО не видели в небе ПВО, не ходили по разрушенному родному району. Они не понимают, как это. Их вопросы и реплики выглядят наивными. Им кажется, что никогда такого не будет, чтобы пришлось спрашивать друзей, живы ли они. Им кажется, что разрушенные города бывают только в кино или в новостях с новых территорий. А вот это уже не так, как у нас. У нас сразу вся Украина в один день, 24 февраля 2022 года, узнала, что такое война. Потому что сразу по всем городам все одновременно и полетело. За последний день в Белгородской области от обстрелов погибло уже больше 10 человек. Всего 128 мирных жителей погибло за время войны в Белгородчине. Ну, у нас любой город может, да, статистикой, к сожалению, с Белгородчиной помериться. Ну, дальше написаны какие-то случаи. Кого как убили, кого как не убили. Где достать еду в это время, узнаю Киев, 22-й год, март. Где достать еду, в каком магазине что есть, в какой зачем идти. Все ровно об этом и было. Где ходит такси, где не ходит такси. Или вот во время обстрела я просто спокойно от окна отхожу, выхожу в коридор, постою, помолюсь немного, хотя бы не в наш дом в этот раз прилетело, и не у нас вылетели стекла. И это все говорит Аня. Аня из Белгорода говорит это. Но у нас любая Аня из Киева вам расскажет примерно то же самое. Потому что прошло время некоторое, и у нас тоже реагируют на обстрелы примерно таким же способом очень-очень многие. Я это не приветствую, всех призываю прятаться. По-настоящему. Вот сегодняшний обстрел. Да, ПВО сбило все. Но посмотрите, какие куски прилетели. Если машины сгорели, квартиры сгорели, значит не надо около окон стоять. Надо стоять за стенами. И беречь себя. А дальше вот пошел разговор об реакции. Той самый разговор, который у меня все время спрашивают, как реагируют жители Белгородчина. Значит, белгородцы просто становятся очень злыми, потому что не видят какой-то реакции от федеральных властей. Не видят реакции от других россиян, рассказывает местная жительница. Ну вот наши жители оставляют комментарии под постами в каких-то федеральных СМИ о том, что вот помогите Белгороду, помогите городу. И другие россияне этим людям в комментариях отвечают, что это все не так, что они вот эти комментаторы из Белгорода, что они псошники. То есть, что это фейк все. То есть, белгородцы пишут в федеральных СМИ, помогите, 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 а им другие россияне из других регионов, да вы агенты охранки украинской и так далее, и так далее. Что ничего такого вообще там у вас в Белгороде нет. И белгородцы, как выяснилось, обижаются. Значит, среди моих знакомых, цитирую я эту девушку из Белгорода, которые за Путина голосовали, стали появляться настроение в стиле «Путин нас бросил, власти нас бросили, и всем все равно». Значит, пока до Москвы не долетит, всем это будет по «ммм», говорит там один из жителей Белгородчины. Ну что ж, действительно, так и будет, так и будет, так и будет, так и будет. Вот. Теперь вот война, и для всех почему-то виноват в ней Белгород, город, который точно не хотел войны, заявляют жители Белгородчины. Украинцы считают нас врагами из-за идиотов, радующихся вылетом, запуском ракет. То есть есть у вас все-таки идиоты, есть у вас все-таки вылет, видите. Хотя у горожан-то другое было, по правде сказать, настроение, но сесть-то в тюрьму никто не хочет. Это в Белгороде. Рассказ белгородцев. А так у нас столько пикетчиков было, столько акций, ни у кого так не было. А главные путинисты для украинцев теперь мы. Ну, вам не повезло, уважаемые жители Белгородчины, вы просто рядом. Вы попались нам под руку, потому что вы рядом. Была бы, конечно, для нас, москвичей, гораздо более лакомая цель, ну, так уж получилось, чем белгородцы. И их мы считаем гораздо больше виновными в войне, чем белгородцев. Вы так уж про нас не думайте. А для России, вот тут самое интересное начинается, а для России, это я цитирую того же человека, а для России мы вот эти хо, пробел, лы, и беженцы, которые теперь рабочие места отнимут. То есть для россиян белгородцы, это люди, приехавшие как бы с Украины, отобрать их рабочие места, гастарбайтеры, беженцы и так далее. Вот в такие виллы попали эти люди. Да. Вот такие виллы попали эти люди. Вот такие у них теперь настроения. Но зато Путин ими восхищается. Путин восхищается жителям Белгорода. Он прямо так сказал. Я восхищаюсь жителям Белгорода, которые вынуждены выживать под обстрелами. Восхищается он. И весь зал, это он сказал вчера, что он восхищается, весь зал встал и стал аплодировать. Аплодировать. Встал и стал аплодировать Путину. Потому что он восхищается. Королева в восхищении. Мы в восхищении. А газета Билд немецкая тем временем сообщила, что Россия бомбит села в Белгородской области в ответ на атаку вот этих русских добровольческих батальонов. Кстати, Путин, как выяснилось, я где-то пропустил это, но он, как выяснилось, сравнил их с власовцами. Он сказал, что вот эти люди, которые напали, это просто власовцы. То есть он впервые признал, что русские добровольческие батальоны – это русские, что это русские воюют с русскими, что это гражданская война. Он признал это впервые. Власов, напомню, это русский генерал, который в свое время воевал на стороне немцев во Второй мировой войне. А Билд показывает авиаудары ФАБами, то есть управляемыми авиабомбами, ФАБ-500, с истребителями бомбардировщиков, которые нанесены по селу Козинка, куда зашли вот эти российские добровольцы. Причем зашли-то они на одну улицу, а разбомбили, к черту, все село этими ФАБами-500. Ну что я могу сказать? Как минимум, об этом сообщает, кстати, немецкий знаменитый военный обозреватель Юлиан Репке и выкладывает видео. Как минимум, мы должны быть благодарны русскому добровольческому корпусу, что он принял эти ФАБы на себя, и они не прилетели на Сумщину. Кстати, интересно, что пока я снимаю это видео, я ведь одним глазом смотрю в камеру, другим подсматриваю новости в это время, которые передают, а третьим смотрю на Шетельмонометр, на котором по-прежнему 389 тысяч подписчиков. Вы подпишитесь, пожалуйста, и поставьте лайк. Но тот глаз, который смотрит на новости, увидел следующее, что Легион Свобода России на пресс-конференции сегодня сообщил, что атака по Белгороду, сегодняшняя атака по Белгороду, вот в которой, видимо, в рамках которой Белгород-арена и пострадала, была осуществлена в отместку за ночную атаку на Киев. Вау, ничего себе у нас союзники, да? То есть Россия бомбит Киев откуда-то там из Мурманска и Энгельса, а в это время россияне, россияне из Легиона Свободная Россия, но россияне в хорошем смысле этого слова, обстреливают в ответ Белгород-арену. Вот, они, кстати, не раз советовали всем жителям Белгорода и Белгородщины покинуть город и область, потому что воевать они там продолжат. И вот только что тоже власти российского Грайворона призвали выезжать из Белгородской области. Глава российского Грайворонского городского округа призвал покинуть приграничные населенные пункты. Вот, значит, он написал об этом все в Телеграме. Обращаюсь к тем, кто остается в приграничных населенных пунктах городского округа. Ситуация продолжает остаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть приграничные территории. Еще раз повторюсь, что это касается только приграничных населенных пунктов. Но и это еще не все. После того, как он опубликовал это сообщение, он его тут же и удалил. Видимо, потому что услышал, что, оказывается, президент-то Путин восхищается жителями Белгорода, которые никуда не уехали. А он, понимаешь, падла, да, как местный руководитель приказал всем, ну, предложил всем срочно эвакуироваться, потому что защитить Путин никого не может. Интересно. Интересно, девки пляшут в Белгородской области. Вот, надо продолжить частушку. Конкурс. Кто сможет продолжить? Интересно, девки пляшут в Белгородской области. Та-та-ра-та-ра-та-та-та. В общем, ротовой полости. Не знаю, продолжьте сами. У меня нет, наверное, следующих слов для этой замечательной песни, которую мог бы спеть Родион Газманов или как Олег Газманов, которого теперь преподают в школе, или певец. Певец-шаман. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова